Полевая почта завершает свою работу. Больше месяца по всей области проводилась акция, приуроченная ко Дню Победы. Любой житель региона мог написать поздравление ветерану. В прошлом году было собрано 500 открыток, а ныне в почтовое отделение региона жители принесли полторы тысячи поздравительных конвертов. Это великий праздник, это праздник наших ветеранов, это наш праздник. Хотелось бы выразить благодарность ветеранам, что мы живем спокойно, время без войны. Спасибо им большое, низкий поклон. В преддверии Дня Победы на главпочтампе открылась выставка открыток писем и фотографий военных лет из семейного архива коллекционера Владимира Крайнова. Отец его жены Сергей Смирнов в годы Великой Отечественной войны был летчиком. После окончания школы, через две недели после выпускного, он сразу попал в учебку в городе Чкалов, ныне Оренбург. Там проходил обучение на самолетах по два. Это не скоростные самолеты. И в ходе войны-то выяснилось, что они не очень практичные и нужна-то другая авиация, более скоростная. И после этого он учился уже в Рашевоградской школе. Сейчас ветерану 90 лет, но, по словам внуков, о том времени не любит вспоминать и мало что рассказывает. Да и письма, сохранившиеся в архиве, весьма скупы на эмоции. Письма очень много и решили оформить небольшой мини-музей. Даже прям для себя дома. Оформили все в рамочке. Понравилось, сами посмотрели. Вот теперь решили выставить в письмах. Нет ничего такого, чтобы... Тогда было запрещено писать. И ставился штампик, проверенный военной цензурой. И то есть письма-то так, просто жив-здоров, чего и вам желаем. Спрашивают, как живете. Никаких таких событий там не описывается. До наших дней сохранились юмористические рисунки, которые были сделаны солдатам во время войны. В основном это карикатуры и шаржи. Гротескные зарисовки поднимали боевой дух. В настоящее время семейная коллекция периодически пополняется. К ней добавляются открытки послевоенных лет и поздравительные письма ветерану от руководства страны. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.